что украинцы хейтят белорусов за то, что от нас ракеты летят, что русские туда заходят. Не имеют на это права. Имеют право? Как думаете, будем отвечать за все это потом, когда закончится? Мы с тобой, нет. Ну, я имею в виду, вот, например, Беларусь будет какие-то препарации, например, платить, если Украина победит, или там помогать с восстановлением. Какие нафиг с Беларусьей репарации? Сам подумай. Нет, ну это другой вопрос. С паршивой овцы хоть и шерсти клок? Ну, а там куда строили, там четвертый блок, ну может запустят, будут на Европу работать. Не знаю. Ну, не знаю, я, честно говоря. Вполне может и так. А к этим белорусам, которые за украинцев воюют, там полк Калиновского и прочее? Ты знаешь, неоднозначное отношение, такое смешанные чувства. К чему? Ну, их понять можно тоже. Они ведь не сколько за Украину, сколько против власти теперешней. То есть, если бы не была бы у нас такая тут власть, вряд ли бы они пошли, согласись. Да. А с другой стороны тоже... А с другой стороны? С другой стороны, вот почему, допустим, Киев не поддержал народ Беларуси в 20-м году, вообще никакой реакции не было, ведь, официальной. Вообще. Тишина. Ну, с другой стороны, и их понять можно было. Не хотели на тот момент обосрять с Россией отношения. Хотя, ну, чем кончилось оно? Ничем хорошим. Просто, просто видишь, если бы, ну, это опять же, это мои, так сказать, фантазии. Допустим, если бы Усатого вынесли вперед ногами в 20-м году, то в 21-м вперед ногами бы Кляшевого вынесли. Вот и все. Ну, не знаю. Судя по тому, как Россия... А теперь они уже во всем оружии теперь оба. что тот, что этот. Уже знают, что делать и как. И уже гайки настолько завинтили, что даже слово война считай, что за слово война. Вот как тут за флаг, да, в Беларуси, а там за слово война статья. Нормально? Да. Ну, если нет, ненормально. Так что вот. То есть, они уже подготовились хорошо. Жалко, конечно, что белорусы в свое время не додавили. Ну, и никто их не поддержал. Ну, так все-таки про полк Калиновского это, ну, мне кажется, что народ, который там участвует, это, считайте, боеспособная единицей, которая вполне может после вот этой всей войны зайти в Беларусь менять власть. только смотря, чем война закончится. Закончится ли она вообще? Ну, выглядит, как все-таки Россия проигрывает, не знаю. Ощущение, ощущение, что проигрывает. Ну, видишь, ощущение, это чисто у нас из интернет-помойки ощущения наши складываются из телевизора, правильно? Территории же отбивают украинцы. Собственно, с весны у россиян не было никаких продвижений вперед, а украинцы уже вот в сентябре-октябре кучу территорий обратно отбили. Ты видишь, сейчас понимаешь, такая, как тебя зовут? Теша. Меня Дима. Слушай, вот сейчас получается у власти в России сидит такой человек, типа, как вот, у него, это для него не война, это какие-то игрушки, типа, ах, вы крымский мост взорвали, а тогда нате вам, блядь, по Киеву, ах, вы, блядь, в моей песочнице играете, а тогда я вам Мариуполь, блядь, сравняю, понимаешь? Это для него как эта игра. И, то есть, вот, ну, я не знаю, конечно, я привру, что ничего не стоит, ну, конечно, будет что-то стоить, но возможности есть, допустим, наклепать, ну, не знаю, там, ну, десяток тысяч ракет, и хуйнуть, блядь, и что будет там от Украины, а что будет от Паука Калиновского, нихуя не останется, ни одного кирпича целого не будет, вот и все. Ну, это опять же, это мои фантазии, а может, по-другому все будет. Если бы это могло быть, почему они, почему они этого до сих пор не делают? Стали закупать троны у Ирана, мне кажется, что просто у них как раз, скорее всего, нету таких возможностей, судя по всему. Ну, возможно, Потому что, то, что мы увидели за 8 месяцев, я думаю, что все российскую армию немножко по-другому себе представляли. Собственно, как и украинскую армию по-другому себе представляли. Украинцев недооценивали, русских переоценивали. Я не вижу причин, чтобы это как-то поменялось, говоря. Ну, запросто поменяется. Вот смотри, сейчас какой-нибудь, ну, не знаю, ну, кто-нибудь с Евросоюза, ну, деньги же все любят, договориться с Путиным и прекратятся поставку вооружения на Украину, и что дальше? Политики, политики ведь жизни не считают. Они только бабки считают. Именно что? Нет, жизни не считают. Жизни не считают. Ну, они считают только бабки. Я же тебе говорю, вот они договорятся, притормозят на месяц, на два поставки вооружения, и все, что будут украинцы делать? Ботинками закидывал. Или он, немцы им еще касок подгонят, ну, касками будут кидаться, или что? Ну, во-первых, в Ленд-Лиз идет с США, то есть, основную часть вооружения все равно США поставляет, а не ЕС. Во-вторых, больше всего из Европы поставили вооружения Балтийские страны и Польша, которые как раз понимают угрозу для себя от России. И это страны ЕС, ЕС. И я уверен, что они не дадут ЕС это прекратить, потому что это те страны, которые конкретно знают, какая угроза от России. А у тебя до 24 февраля была уверена, что Россия не нападет на Украину? Да, я думал, что не нападет. Ну, нет, ну. Так что мы с тобой можем думать все, что хотим. у меня в этом плане я стал верить американской разведке, которая месяц говорила до этого, месяц, они нападут, они 100% нападут, Россия нападет на Украину. Я такой смотрел, думал, ну, что там эти американцы знают? Так вот, с тех пор, когда я... Зеленский тоже верещал, что нападут, можно и ему верить в таком случае. Ну, Зеленский верещал, но не особо хорошо подготовился все-таки к нападению, не знаю. Ну, хотя, сложно сказать, что там у них было. как-то даже, странно как-то. Сторон сразу западали, и Беларусь тоже. Мы все что хотим, а политики лежат там. Без тебя и без меня это точно. Там. Ну, хорошо, ну, Польша, ну, поставила на вооружение. Она где его брала это вооружение? Мое поставила. Именно то, что у них было на вооружении, туда и поставила. Самые Балтики, как говорится. Ну, раз оно поставило, значит, у них теперь его ведь нету. Закупают. Путь заново что-то перевооружаться. Но это лучше, чем самим воевать, поэтому они руками украинцев. Ну, вот это-то и самое противное. А вот теперь, вот если подумать, кому это выгодно, вот это все? Если что, кому выгодно эта война? Да, да. Ну, сейчас, наверное, производителям оружие выгодно. Кто на этом обогащается? А кто на этом заработает? Производитель оружия. Ну, а кто производит-то его? Много кто. такие, турки продают Байрактары в Украине? Эти Хаймарсы, не знаю, наверное, Локхид, не знаю, кто Хаймарсы производит. Тоже какая-то фирма. Это я к тому, кто-то же эту поганку мутит. Какую поганку в Непоним? Я не понимаю. Ты можешь конкретно просто скажи идею? Хорошо. Я понял. Короче, ну, почему война идет? Значит, кому-то выгодно. Россиянам это ведь не выгодно. Белорусам тоже это не выгодно. Украинцам тем более это не выгодно. Потому что это россиянам не выгодно было давным-давно понятно. Достаточно вывести войска с Украины, но они этого не могут сделать, потому что это поражение в войне получается. Ну, вывести могут, но... Ты не считаешь, что тут все от России зависит. Просто Россия выводит войска с Украины и все заканчивается. Никто на Россию нападать не будет. А вот смотри, такой сценарий, допустим, вот сдох завтра Путин или вчера и что будет? Ну, я не уверен, что они закончат. Я не знаю, это зависит от того, кто там победит в придворной борьбе за власть. Он не выглядит так, что они сразу закончат войну, честно говоря. Потому что это чувак принимает... То есть приходит какой-то власть там условный, не знаю, Медведев, предположим, и он такой, все, заканчиваем войну, его сразу твои же там же грохнут, потому что это большая потеря легитимности. Ну, да, типа зря старались, типа того, да? Да, типа того. зачем умерло столько наших войн? во-первых, еще нельзя, сколько у них умерло. Они же говорят, что типа 5000. Ну, да, да, на самом-то деле, я так подозреваю, тысяч 50 будет, не меньше. минимум. Потому что если у тебя умерло 5000, ты не проводишь мобилизацию на 300 тысяч. да, совершенно верно. Нет, смотри, дело-то такое, ты говоришь, типа, ну, зря, столько погибло, то-се. А почему это нельзя было сказать в апреле, допустим? В апреле у них, по-моему, тысяча только. Они, спецоперация, все еще идет, у них даже не война. Ну, у них спецоперация. Я в курсе. Они все думают, что это, они динтифицируют что-то. А вот, слушай, но все-таки про полка Калиновского, ну, ты говорил, что неоднозначно, но как бы каких-то минусов по поводу полка Калиновского так и не сказал. То есть, ты считаешь, что они молодцы, ребята? Минусы? Нет, они-то молодцы, они молодцы, но дело в том, что им, возможно, придется со своими соседями, ну, ну, понимаешь ты, да, о чем я. А что из этого хорошего может выйти? Ничего. Вот даже, даже вот представим на секундочку, что, ну, вот сейчас, ну, вот, бросят белорусов туда, за границу, так сказать. Вот, ну, что-то там произойдет. а потом, ну, условно, ну, кто-то выиграет, или мировая будет, или что-то, и вот придут эти ребята с полка Калиновского домой, так сказать, усатого выгнали, да, все заживо, счастливо, а как он будет со своим соседом рядом сидеть, к примеру? Ну, так же, как и сейчас сидят со своим соседом те же ОМОНовцы, которые убивали на митингах 20-го года. Они же почему-то сидят с соседями, с кем-то живут рядом, их семьи тоже смотрят в лица тех, кого посадили на окресел, или сейчас кто сидит. Тут же вопрос, ну, кстати, а ты думаешь, белорусов отправят все-таки на эту войну? Думаешь, белорусы вообще пойдут воевать? Нет, я не знаю, я не знаю, и как бы теперь я говорю, я теперь вообще никому и ни во что не верю, потому что, ну, ты посмотри, что творится. Даже, даже пускай, вот, допустим, мы с тобой не верили, что Россия нападет, да, потом я, опять же, не верил, что они будут ковыряться, не то, что там до мая, а, вон, тут уже октябрь заканчивается, понимаешь, кто в это верил? Вообще, даже в Евросоюзе в это не верили. Так что тут, что сейчас, все зависит от того, кто и что. Я же говорю, неважно, какой флаг, главное, кто под ним. Да, согласен. Ладно, было приятно пообщаться уже, долго, говорим, хорошей ночи. Давай, Алексей, счастливо. до сих пор, отец. До сих пор, Пока.